Когда происходят вооруженные конфликты, в ход идут лучшие образцы вооружения. Однако и они не всегда оказываются эффективными в определенных условиях, тогда-то и начинаются разработки нового оружия, которое должно помочь. Именно так и был создан проект по созданию машины с уникальной поражающей способностью. Речь идет о советском самолете М-25, который наградили весьма метким прозвищем — «Адский косильщик». Согласно распространенному мнению, история этого уникального проекта могла не начаться, если бы не первый после Великой Отечественной войны вооруженный конфликт СССР с другим крупным государством. Речь идет о столкновениях на острове Даманский в 1969 году. Тогда использование танков не оказало должного эффекта, и советские пограничники понесли немалые потери, пока не применили системы залпового огня. Так стало ясно, что нужно искать новые способы массового поражения противника. Советское командование впечатлилось результатами конфликта с китайцами, поэтому работа по созданию нового оружия развернулась масштабная. В частности, к разработкам было привлечено большинство не ЕОКБ Министерства обороны и отраслевых министерств СССР. Среди этого немаленького списка было ЕОКБ Мясищева. Проект самолета специального назначения получил название «Тема-25», этот же номер позже был присвоен самолету в качестве индекса. Большинство технических характеристик на тот момент были еще в разработке, однако поражающая сила будущего штурмовика уже была известна, ею должна была стать ударная волна, возникающая при преодолении звукового барьера. Ее мощь настолько велика, что при бреющем полете на низкой высоте является смертоносным оружием для личного состава потенциального противника. После проведенных в рамках проекта исследований в ЦАГе были сформированы основные тезисы о конструкции и технических характеристиках. Самолет должен быть крупногабаритным с необходимым взлетным весом и достаточно мощными двигателями, которые бы обеспечили возможность достижения сверхзвуковой скорости на низкой высоте. Кроме того, были продуманы решения касаемо основной функции этой машины — создание ударной волны необходимой силы. Для этого предусматривалось создание специальных элементов фюзеляжа, которые специалисты называют волнообразователь. В качестве такого агрегата предлагалось использовать так называемый нейродинамичный нос. Однако уже на стадии выбора технологий для производства М-25 появились проблемы. Так, когда по задумке проектировщиков ОКБ Мясищева была предписана установка максимум четырех турбореактивных двигателей, стало ясно, что подходящих моторов в распоряжении авиаконструкторов попросту нет, на то время таких технологий еще не придумали. Кроме того, проектировщики никак не могли остановиться на одном, максимально приемлемом техническим обликом будущего М-25. Другой серьезной проблемой была сложность в управлении проектируемого самолета. В результате многочисленных проверок и исследований стало ясно, что единственным возможным вариантом является автопилот, однако тогдашний уровень технологий был недостаточно совершенным для конкретной этой цели. В результате исследования по проекту адского косильщика продлились до 1972 года, после чего были закрыты. Все документы с пометкой тема 25 были отправлены в архив под грифом «Секретно», и лишь не так давно часть бумаг была опубликована в общем доступе. О причинах неудачи проекта можно говорить много, однако одна из них довольно прозрачна, технологии конца 1960-х, начала 1970-х годов не были достаточно развитыми, чтобы реализовать столь амбициозный проект на практике.